Капотные грузовики Капотные грузовики серии LP, впоследствии получившие прозвище «Кубики» из-за характерной формы кабины. Тем не менее, необходимость в создании бескапотников возникла еще раньше, вследствие ужесточившихся требований к длине большегрузного транспорта. И поэтому еще в 54-м Мерседес представил свой первый бескапотник – LP315. Одним из важнейших преимуществ новой модели стал уменьшенный радиус поворота, с существенно улучшавшей возможности по маневрированию на узких европейских улочках. Но несмотря на это, покупатели отнеслись к новой модели с большой настороженностью. Не только из-за радикальной смены дизайна, но также из-за озабоченности безопасностью. Ведь отсутствие выступающего моторного отсека, способного принять на себя удар во время аварии, рассматривалось многими как серьезный недостаток. Именно поэтому в 1959-м была представлена новая модель грузовика Mercedes-Benz L-серии с укороченным капотом, благодаря которому такие машины получили прозвище «Курсхаубер», то есть короткий капот. В отличие от бескапотников, у которых двигатель располагался непосредственно под кабиной, у Курсхауберов силовой агрегат был частично расположен под кабиной, частично под капотом. В результате чего такая компоновка позволяла грузовику укладываться в требования по длине, но при этом также обеспечивала уменьшенный более чем на метр радиус поворота в сравнении со старыми капотниками. А водители со своей стороны получали большее ощущение защищенности, находясь в кабине. Сам Mercedes рассматривал короткокапотные модели как переходные версии, на пути к полному переводу всей грузовой линейки на бескапотную компоновку. Однако по итогу Курсхаубер превратился в одну из самых популярных и значимых грузовых моделей производства Mercedes, которая задержалась на конвейере почти на 4 десятилетия, и при этом в Иране лицензионное производство этих машин продолжается и по сей день. Mercedes Курсхаубер L-серии дебютировал на рынке в 1959 году в форме малотоннажной модели L322, максимально допустимая масса которой составляла 7,5 тонн. Именно она стала одной из самых популярных у покупателей. Совсем скоро к ней присоединились средние и многотоннажные модели. В частности, полная масса самого способного Курсхаубера L334 составляла уже 19 тонн. Курсхауберы начали поставляться в самых различных конфигурациях – от самосвалов и танкеров до сидельных тягачей. Со временем также были предложены и полноприводные модификации. Машины производились на мощностях мерседесовского завода в городе Гагенау и поначалу оснащались дизельными шестерками мощностью от 100 до 180 лошадиных сил. В зависимости от исполнения и грузоподъемности в названии модели грузовика менялись две последние цифры. Но уже в 1963 году производитель изменил систему обозначения Курсхауберов, заменив трехзначный цифровой индекс на четырехзначный. К примеру, в названии модели L1113 число 11 означало полную массу в 11 тонн, а 13 – это количество десятков лошадиных сил мощности. Именно 130 лошадей развивал новейший мерседесовский дизель OM352, представленный в 1963 году. Рядная шестерка объемом в 5,7 литра стала первым дизельным двигателем Mercedes-Benz, оснащенным системой непосредственного впрыска топлива. Турбированная версия этого силового агрегата, предложенная чуть позже, развивала мощность в 168 лошадиных сил и использовалась на более тяжелых версиях немецких грузовиков. К концу 60-х годов по всей грузовой модельной линейке Mercedes распространились более крупные и еще более мощные версии двигателей OM352, почти полностью вытеснив старые дизеля, без непосредственного впрыска. Технические решения, заложенные в серию L в начале 60-х, предопределили более чем полувековой период их успешной эксплуатации по всему миру в самых тяжелых условиях. Огромное количество таких машин было поставлено на экспорт. В одну только Индию, которую, как известно, сегодня собираются переименовать в Бхарат, было поставлено более 200 тысяч курсхауберов за период с 1964 по 1979 год. Неизменной популярностью Mercedes L-Series пользовались в странах Африки, Южной Америки и Ближнего Востока. В период взрывного роста нефтеразработки в Саудовской Аравии в 60-х годах немецкие курсхауберы, наряду с американскими грузовиками Canvar 953, стали настоящим символом арабской нефтедобычи. Благодаря тяжелейшим условиям эксплуатации на ближневосточных и африканских рынках курсхауберы заработали репутацию практически неубиваемых машин, исключительно надежных и ремонтопригодных. Ведь в условиях, когда отсутствовали даже минимальные требования к длине, массе и безопасности грузового транспорта, перевозчики частенько позволяли себе нагружать эти машины куда больше, чем это позволяли спецификации. Иногда масса перевозимых грузов в два, а то и в три раза превышала допустимую производителям грузоподъемность. Но курсхауберы справлялись даже с такими нагрузками. Со временем производство короткокапотных тягачей из поставлявшихся из Германии машинокомплектов было налажено в Бразилии, Аргентине, Южной Африке, а также в Южной и даже Северной Америке. При этом производство готовых грузовиков для европейских рынков начало сокращаться уже в 80-х годах. Этому способствовало принятие новых, более жестких законов по безопасности конструкции и вредным выбросам в атмосферу. Тем не менее, вплоть до начала 1996 года Мерседес продолжал выпускать курсхауберы в Германии, направляя все построенные машины на экспорт. Общее количество готовых короткокапотных Мерседесов, проданных с 1959 по 1996 год, превысило 650 тысяч единиц. Еще около 300 тысяч было реализовано в форме машинокомплектов. В завершении выпуска нельзя не вспомнить о том, что в Исламской Республике Иран все еще продолжается выпуск Мерседесовских курсхауберов. Компания Иран Хордо Дизель получила лицензию на их производство еще в 60-х годах. И эта лицензия действует до сих пор. Редактор субтитров А.Семкин